Тону! Каждая секунда на счету, когда вы увидели тонущего. Первое, что нужно обязательно сделать, не паниковать и оплыть человека со спины, чтобы испуганный не накинулся на вас. Далее вытаскивать, держа его голову над водой. Если спасенный без сознания, наклоняемся, чтобы почувствовать или услышать дыхание и проверить пульс по артерии. После начинаем откачивать. Сверху надавливаем на грудную клетку. Ну, примерно сантиметров на 5. И с частотой нужно 100-120 ударов в минуту. Это примерно вот так. Через 30 нажатий необходимо сделать два вдоха. Перед каждым из них нужно дождаться, пока опустится грудная клетка. Повторять реанимационные действия нужно до приезда скорой, говорят спасатели. Но лучше вообще такой ситуации не допускать. В первую очередь не пить спиртное и правильно рассчитывать свои силы. Что бы с тобой ни произошло, ты не должен паниковать. Ты все равно выплывешь. Отдыхать, смотреть за собой. Главное плыть, правильно? Да. Главное двигаться вперед по направлению к берегу, так или иначе. Любым способом. Конечно, бывают и форс-мажорные ситуации. К примеру, когда сводят ногу. Не стоит пытаться снять спазм. Это пустая трата энергии и времени. Лучше сразу, без паники, перевернуться на спину и плыть до берега. Первым, что родители, это, конечно же, выбирать водоем. Не ходить никогда в незнакомые места. Всегда проверенные, а лучше одобренные. Не оставлять их без присмотра никогда. И самим быть трезвыми. Потому что, когда родители выпившие, они не могут полноценно наблюдать за своими детьми. Наблюдательность в целом важна. Поскольку утопающий навряд ли будет кричать. Скорее начнет жадно хватать воздух. Поэтому в одиночку на водоемы лучше не ходить, чтобы не пополнить и без того мрачную статистику. В общей сложности с начала купального сезона в Алтайском крае утонуло 18 человек. Четверо из них – дети. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком.